Задержание избежавших преступников из места лишения свободы происходит с участием служебных собак. Если беглец не реагирует на требования сдаться, в дело вступает немецкая овчарка. Это годами отложенный механизм, а собака обучена кидаться на свою цель заключенного и не отпускать его до появления страж порядка. Ошибиться и задержать не того четвероногий не может. Он по нюху определяет вещи нужного человека. Собака занюхивает и отмечаю флажком это место и выдвигаюсь по следу. Собака находит след и идет до полного задержания. Кинолог Булат Бочеркесов тренирует немецкую овчарку Зару уже 7 лет. Завтрак, спортивные занятия, ужин, все по расписанию. Сейчас Зара знает команды своего хозяина на зубок, однако так было не всегда. Службу она начала в возрасте полугода и, как признается кинолог, поначалу задач не понимала. Отучился в республике Башкортостан в учебном центре в городе Мелиус. С ней был 3 месяца учился. Хороших результатов достиг. Зара проходит полосу препятствий. Это комбинированная лестница, деревянный бум, штакетник. Такие занятия она проводит ежедневно. В области учреждения для обучения кинологическому мастерству нет. Служебные четвероногие вместе со своими хозяевами отправляются в межрегиональные школы. А курсами своего рода повышение квалификации для собак является сама служба. Всего в области 160 собак УФСИН и 150 кинологов. Единственный сотрудник, который отвечает не только за себя, за свою подготовку, за свою деятельность, но и за подготовку своей служебной собаки. В этом году кинологической службе УФСИН исполняется 111 лет. Немецкие овчарки патрулируют места лишения свободы и другие исправительные объекты закрытого типа. Это и поиск запрещенных веществ, таких как наркотики. Итог работы собак в Оренбургской области за первые 5 месяцев. 2020-го более 140 изъятых незаконных предметов. Екатерина Танкопе, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.